Журналисты привезли подарки для детей-переселенцев, проживающих в санатории Люсдорф. Сегодня здесь находится более 150 малышей. Они временно остались без родителей. Юлия Федорова знает больше. Родители, которые проживают в зоне АТО, вынуждены были отправить своих детей в спокойное место, в санаторий Люсдорф. Безопасность ребятам обеспечена, а с игрушками и развлечениями, к которым они привыкли, у себя дома – проблема. У нас очень изнашивается игровой материал. Мечи, скакалки, любые ракетки, игрушки, настольные игры, потому что детей много и играют они часто. Сегодня в гостях члены Одесской организации Национального союза журналистов. Скоро День защиты детей, а праздновать его здесь начали уже сейчас. Малышня разбирает пакеты с подарками, спортивный инвентарь, игрушки и концтовары. Рады всему, что принесли. Здесь находятся детечки, которые приехали из Луганской области, из Донецкой области. Я увидел и почувствовал запах страха в их глазах. Это было. Это было в начале этого года, когда именно они оттуда приехали. Знаете, это был запах страха. Сегодня как такового его нет, но сам факт, этот отпечаток на всю сознательную жизнь у них останется. Это картина известного одесского мастера Алика Мирзоева, написанная еще в 1987 году. И сегодня он подарил ее детям, которые живут в санатории. Это домик, такая насосная станция, которая подавала воду в санаторий туда, наверх. Художник посоветовал ребятам, пользуясь моментом, приобщаться к природе и творчеству. Санаторий расположен в поселке Черноморка, на живописном берегу. Вдохновение здесь можно черпать всюду. Вам повезло немножко, что вы попали к морю. Вы реально ощутите всю прелесть нашего моря. Сегодня здесь находится более 150 детей. В санатории они могут и проживать, и успешно продолжать учебный процесс. И это уже третий визит к ним одесских журналистов. Обещают вернуться через пару недель. А ко дню защиты детей организация планирует наведаться еще в десяток детских учреждений Одессы и области. Юлия Федорова, Кристина Кондратьева, 7 канал.